Позиция модуля. Обязательно здесь нужно понимать ваш шаблон, нужно разбираться, что такое позиция модуля вашего шаблона. Я использую для урока, считай, шаблон Protostar. Соответственно, у него есть позиция баннер. Для отображения демонстрации галереи этого будет достаточно. Выбираю баннер. На самом деле это важный шаг. Если вы новичок и не знаете, что такое модульные позиции, посмотрите мои другие уроки. Здесь важно альбом выбрать, нажать на кнопку выбрать. Тот альбом, тут может быть несколько альбомов, который нужен, выбираем. Или прямо здесь можно создать новый альбом. Выбрать. Картинки мы с вами добавили. И мы видим здесь ряд настроек. На самом деле они дублируют глобальные настройки компонента DJ Media Tools. То есть мы можем, если это нужно, настроить этот альбом индивидуально для какой-то одной страницы. Ну или нескольких страницах, неважно, тут смотря на скольких страницах выводится данный модуль. То есть вот здесь вы это определяете. Обязательно на всех страницах. Ни на одной странице, если его останется по умолчанию, вы его не увидите, этот модуль. Просто здесь можно выбрать только на указанных страницах. И если здесь будет ряд страниц, вы можете определить, для каких отображать. Я выбираю на всех страницах. Также есть дополнительные вкладки. Вот эти опции, это дублирующие опции компонента. Опять же, то есть это индивидуально настроить именно этот модуль с картинками. Можно. Или использовать глобальные. Пока не трогаем. То есть достаточно просто выбрать здесь альбом. Опубликовать. Выбрать позицию модуля. И обязательно выбрать, где отображать. Нажимаем сохранить. Идем на сайт. Обновляем страницу. И вы сразу видите, ну не галерея, это называется слайд. При наведении здесь такие стрелочки. Внизу есть нумерация. Вы видите, внизу показано название картинок в подложке. То есть можно это поменять. Я показывал как. То есть уже, уже и причем автоматически вы видите, он перелистывается. Есть пауза. Через заданное время, да, автоматически по умолчанию у нас слайд перекручивается. Вот вы видите, я вывел только альбом. И уже у нас, в принципе, некий слайд работает, да. Опять же, это только начало. Если вы не знаете, ну вот эти картинки вы мои не знаете, они сейчас у меня как бы обрезаются. По заданным размерам, по умолчанию, да. То есть они как бы не вмещаются в этот размер, а происходит обрезка. Некая обрезка картинки. Это тоже надо знать, понимать, где это настраивается. Я буду это все показывать. И теперь для начинающих информации более детальный, важный момент. По настройке модуля. Смотрите, как я и говорил. Если вы зайдете в компоненты DJ Media Tools и зайдете в альбомы, зайдете в этот альбом и начнете настраивать. Вот одна из самых важных здесь настроек, это макет альбома. Ну, на мой взгляд, это одна из самых интересных. Это вообще полностью изменяет внешний вид. Со слайда может отображаться там слайд-шоу, галерея и так далее. Если вы начнете вот все здесь настраивать и вообще все вот эти настройки касательно здесь, 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 вы будете настраивать абсолютно глобально для всех модулей. О каких модулях я говорю? Смотрите, если мы перейдем к модуле, у нас сейчас с вами создан один модуль, например, для главной страницы. Вот, вы его видите, вот он здесь. Но вы должны понимать, что вы можете нажать на кнопку создать и увидеть здесь. DJ Media Tools Album. Если мы сюда зайдем, мы можем создать неограниченное количество модулей с разными картинками для разных страниц, с разными настройками. Если нам это требуется, то есть если нам требуется для каждой страницы отображать разного вида модули, то есть разные галереи с разным каркасом, с разным дизайном, тогда мы здесь создаем модули создать, создаем новый модуль и каждый модуль, чтобы он отличался друг от друга, то есть на каждой странице. Ну, одни и те же модули, по сути, вот DJ Media Tools, то есть создаю еще один, их будет здесь уже, например, два. Но надо, чтобы они отличались. Например, DJ Media Tools Album, который мы с вами создали, это на главный вот этот слайд, а, например, страницы портфолио, нам нужно, чтобы выводился, например, второй такой модуль, но с другими настройками, чтобы это не выглядело так же, как слайд, а выглядело как галерея. Тогда мы настраиваем не вот здесь вот глобально, потому что настройки-то, они у нас дублируются, только DJ Media Tools компонент настройки отвечают глобально для всех абсолютно модулей. А если нам нужно это разделить, тогда мы заходим в DJ Media Tools и настраиваем вот это все, эффекты, там, отображение альбома, именно здесь. Тогда это будет работать, вот все, что я здесь выберу, только для этого модуля DJ Media Tools. Вот здесь вы должны вот это понимать. Соответственно, создавая второй модуль DJ Media Tools, плюс настраиваем ему вот эти настройки индивидуально, именно только для него, для какой-то одной, двух, трех страниц, тут уже неважно, какие страницы вы будете использовать, это уже от вашего зависит, как вы это видите, да? Но я просто к примеру беру, например, страница 2, страница 2 портфолио, создаю вот новый модуль, и он должен выглядеть по-другому. Поэтому, соответственно, вот макет альбома, то есть, например, у нас тут идет сетка галереи, да? А вот здесь у нас с вами, например, идет, у первого нашего модуля идет что-то другое. Соответственно, сейчас изначально, пока стоит здесь наследовать везде, это говорит о том, что настройки наследуются из глобальных настроек, а глобальные настройки это вот здесь, компонент DJ Media Tools, настройки. Вот они, настройки, это глобальные настройки. То есть, вот они, вот они глобальные. Это будет действовать для всех. То есть, макет сейчас у нас по умолчанию слайд-шоу. Если я выбираю, например, сетка, сохраняюсь, то уже у нас, видите, что получается? Сетка. Всего 4 изображения. Вот так это выглядит. То есть, здесь пока ничего нет, это просто картинки, ссылок нет. Если это нужно, ну, никаких ссылок не надо, чтобы никуда не вело, потому что разной мог быть ситуации. Мы с вами по порядку будем все рассматривать. Соответственно, глобально, пускай будет слайд-шоу, давайте будем рассматривать каждый модуль в отдельности. Вот вы увидели слайд-шоу, я сохраняю обратно, обновляюсь, обратно у нас вот это называется слайд-шоу, да? Ну или слайд, просто по-другому. Соответственно, если я перейду модули в наш модуль опубликованный, и макет альбома наследуется с глобальных, если я выбираю сетка, сохраняю, обновляю, опять эта сетка. Но это уже только для этого модуля, как я уже и говорил. И сейчас я предлагаю просто посмотреть, какие есть варианты. Например, вот этот вариант выбираем. Причем, когда мы здесь выбираем какие-то варианты, то ниже настройки тоже могут меняться. Вы должны это знать. То есть, если сетка, вы тут же увидели дополнительные два эффекта. То есть, сначала давайте рассмотрим с вами варианты. Массони, если я правильно произношу, то это вариант вот такой. Опять же, это не конечная настройка, да? Видите, подложка синяя. Это все можно тонко настроить, например, ниже. Или же перейти на другие какие-то вкладочки, посмотреть. Скорее всего, здесь есть какие-то еще настройки. Например, ширина и высота миниатюра, да? Но сначала, как я уже говорил, давайте посмотрим другие варианты. Современный слайдер. Вот если выбираем, сразу видите, добавляются эффекты картинок. То есть, можно выбрать еще эффекты. Обновляюсь. То есть, это у нас некий слайд. Вы видите, с какими эффектами. Каждый вариант я смотреть не буду. Соответственно, вы посмотрите для себя свой какой-то. Выберите, какой подойдет для вашего сайта. Я пробежался еще раз по всем вариантам. Меня заинтересовало отображение. Ну, просто мне внешне нравятся два варианта. Вот этот вариант. Автоматически тоже идет переход. Видите, стрелка показана. Можно мышкой переходить. Сразу покажу, какой это вариант. Это вариант вкладки. Сам внизу. И мне понравился еще вариант вот этот вот. Ниво слайдер. Выбираем. На нем, наверное, остановимся. А, нет, я ошибаюсь. Это не Ниво слайдер. Мне понравился что-то здесь другое. Вот, по-моему, вот этот вариант. Да, вот этот вариант. Смотрите, как классно. Вот эти изображения, вот они, видно, затемненные. Но даже просто мышкой навести, во-первых, автоматически. Смотрите, как он переходит. Такой слайд я нигде не видел. Видите, как классно. То есть, например, мы определились с вариантом тот, который нам нравится, подходит для нашего сайта. Нужно теперь разобраться с настройками анимации, что здесь вообще можно еще сделать. Вот я навожу мышь, вы видите. Мне это очень-очень нравится. Это очень симпатично. Соответственно, определившись с макетом, мы просто вниз спускаемся по настройкам. Сортировка по. Если нам это важно. Название фото. Упорядочение или случайно. Мне здесь это не важно. Поэтому пускай идет наследие с глобальных настроек. Поведение картинки при нажатии. То есть, стоит наследовать без ссылки, гиперссылка, открыть в Lightbox и открыть детали элемента в модальном окне. Опять же, надо смотреть. Посмотрите, что добавляется к нашему слайду. Казалось бы, вроде все здесь уже есть. Останется только разобраться с обрезкой картинки. И по сути все, мне кажется. Ну, так скажем, в большинстве случаев. Но при наведении мышки на картинку, смотрите, и при клике, у нас появляется вот такое отображение. Также со стрелками. С названием наших обложек. То есть, это еще можно вывести в слайд. Вот если это нужно. Если выбираем другой вариант, Lightbox. То появляется тип Lightbox. Наследие или Magic Pop-up или еще один вариант. Вот давайте, если просто выбрали Lightbox, сохранились, обновились, то вот этот вариант мне нравится больше. Также есть стрелки. Причем картинки, обратите внимание, они абсолютно в полном размере сейчас, не обрезаются. То есть, например, если здесь по размерам, ну, например, можно оставить, видно, что картинки обрезаются. Но при клике картинка в полном размере. Это очень классно на самом деле. Следующая настройка, когда мы выбрали Lightbox, например, попробовать вот такой вариант. Что это даст? Скорее всего, это просто визуальное какое-то будет отображение. Хотя я разницы не вижу. И еще есть один вариант. Давайте его посмотрим. Обновляюсь. У меня почему-то он не срабатывает. То есть, при клике ничего не происходит. Возможно, какие-то ошибки здесь при этом эффекте. Поэтому можно оставить наследие. Использовать водяные знаки. Да, но опять же, мы с вами до этого не дошли. Водяные знаки нужно подгрузить. Где это делается, посмотрим позже. Пока эти опции мы оставляем. Давайте движемся с вами далее. Важные параметры, они ниже. Именно размер. Вот здесь нам нужно выбрать обрезка. Если нужно, чтобы обрезалась. Оно у нас так обрезается из глобальных. Подгон по ширине, подгон по высоте. И вот не изменять. Смотрите, если мы сохраняемся с настройками не изменять и обновимся. Вы видите, ситуация меняется. Но картинка все равно как бы обрезается. На самом деле она не обрезается. Вот именно эти картинки, они очень большие у меня. Они просто для теста 1500 на 1500 пикселей. Квадратные. Если я ширину и высоту вот здесь задам, то мы не увидим все красоты, потому что они очень огромные. Достаточно просто вот здесь написать, например, ну для примера 800 на 800. Просто высоту и ширину проставляем. Сохранить. Обновимся. Вы видите, что происходит. То есть этим мы можем манипулировать и отображать картинку в полном размере уже за счет этих вот настроек. То есть вы выбираете размер не изменять и проставляете размер. И смотрите. Соответственно, если мы будем вот так открывать картинку в полном размере, зачем нам здесь ее в таком размере, если она в красивом слайде у нас появляется. Нам нужно только ее не обрезать. Поэтому в зависимости от того шаблона, который вы используете, вы заранее, как я уже сказал, подготовьте нужного размера изображения. Если это квадратное, значит квадратное. Но не такие большие, как у меня. Например, там 300 на 300, да, для такого слайда. Или 500 на 500 максимум, мне кажется, подойдет. Делайте все картинки, например, 500 на 500. Потом вы здесь выбираете 500, 500 и не изменять. И тогда они в оригинальном размере будут у вас показаны вот в этом слайде. И потом при клике картинка будет открываться во весь размер, если она не во весь размер у вас открывается. Это если вы хотите, чтобы вот здесь они, именно вот в этом слайде, тоже показывались как бы в необрезанном виде. Потому что у меня они очень большие. То есть пример я взял не очень хороший, взял наобум, просто огромного размера картинки. Я думаю, здесь понятный момент. И какие здесь еще моменты, если мы уберем размеры и поставим обрезка. Ну, то есть обрезка, скорее всего, там она уже и стоит по умолчанию. То, что мы с вами и видим. Есть варианты подгон по ширине. Сохранимся. Обновимся. Просто посмотреть разницу. Ну, ситуация меняется. Она у нас сверху не обрезается. Обрезается только снизу. Соответственно, если мы здесь опять выставим размеры, высоту, ширину, картина тоже поменяется. И подгон по высоте тоже самое. Только здесь по ширине, а здесь по высоте. Здесь, я думаю, уже понятно. И вы здесь настроите уже под себя. Качество картинок, ну, здесь можно выставить, например, 70%. И, по идее, инструмент должен ужать качество. Но я не любитель вот этого всего дела, использования. Я обычно картинки готовлю заранее. Делаю их оптимизированного, так сказать, размера, да, чтобы здесь потом больше ничего не химичить. Место между картинками, это если у нас выводится другая ситуация, типа слайда. Хотя здесь тоже есть некое место, вот разделение, такая тонкая грань. Место между картинками, если я, например, выставлю 50. Неизвестно, сработает ли это именно для этого макета отображения. Хотя это видно. Видите, 50 пикселей, большая такая белая полоса между изображениями. Это просто наглядный пример, что это если у вас выводится в макете, например, галереи, то вот это расстояние между картинками задается. Ну и мало будет востребована опция лимита элементов. Укажите максимальное количество элементов, загружаемых в альбом. Ну, в альбом загрузили больше, а здесь установили лимит. Показывает только 5. Ну, если это нужно. И пропустить X первых элементов тоже я никогда не использовал. Думаю, вряд ли вам это понадобится. Вот здесь в описании, в принципе, вы видите, показано по-русски, да, за что отвечает эта опция. Движемся с вами дальше по настройкам. Привязка к пункту меню. Ну, это глобальные настройки всех модулей Joomla. Мы с вами уже это привязали. Дальше параметры элементов макета. Это относится к вкладке именно для нашего компонента. Показывает ли заголовок первая опция? Ну, вот я думаю, что это вот как раз тот заголовок, который у нас именно название изображений. Наследовать стоит. Ставим нет. Сохранить. Идем на сайт, обновляемся. Вы видите, внизу подложка исчезает. Никаких названий не всплывает, если это нужно. Это настраивается здесь. Если все же показать заголовок или наследие, но это тоже показать, то у нас есть опция заголовок как ссылка. Либо нет, либо да. Но в данном случае я никаких ссылок не указывал, заголовок как ссылка. Я не знаю, как это вообще сработает. Если мы сейчас поставим да, сохранимся. Ссылок нет никаких. Поэтому здесь, видите, заголовки, они не кликабельны. Про ссылки с вами еще зайдем. Затронем эту тему. Title limit. Ограничение символов в заголовке изображений. То есть я поставил 2, обновил страницу, и вы видите оба, и пошло многоточие. Если очень длинные заголовки, и надо, чтобы они одинаково ровно обрезались, вот, пожалуйста, title limit. Здесь просто выставляете количество символов. Ну, то есть, наглядный пример, поставил двойку, и показывается только две буквы. Соответственно, здесь уже смотрятся сами. Дальше, показывать описание. Если нет, поля скрываются. Если наследовать, то появляются новые поля. Описание как ссылка, да, нет. У нас описания пока нет, мы с вами не смотрели, где еще это затрагивается. Лимит описания тоже можно задать здесь. Когда добавим описание, посмотрим эти настройки. Показать подробнее, также подробнее у нас пока нет. Это для других элементов настройки. Текст подробнее, вместо подробнее свой задать текст. Опять же, наглядно покажу позже. Дальше опция. Показать некий элемент инфо. Если да, то, по идее, ниже вот здесь можно в эту область записать какую-то инфо. И на сайте как это выглядит. Вот под заголовком ссылка по клику, по идее, должно всплывать и некая инфо. Здесь либо цвет белый не видно на подложке. В общем, этой опции раньше не было, я ее не видел. Здесь пока непонятно, вообще работает ли она. Потому что вот это в любом случае надо переводить на русский. То есть не все у нас переведено на русский. Это, конечно, недостаток. То есть, как правило, какие-то строки есть, не переведены. Значит, что опция недавно добавлена и просто локализация еще не успела обновиться для данного компонента. Нужно просто дождаться время. Это все переведется. И, возможно, нужно будет задать вопрос разработчику. Потому что то ли на белой подложке белый текст не видно, то ли это не срабатывает. Надо будет разбираться. В любом случае, мы примерно поняли, где это отображается и что здесь можно вывести, пока я это выбираю. Либо наследовать, либо нет. Чтобы это не отображалось. Дальше, возможно, интересная опция в самом низу. Автозапуск. Если стать, да или наследовать, то вы видите ту же самую картину. Автоматически запускается анимация через заданный промежуток времени. Через несколько секунд вы видите, вот так вот открывается в полном виде картинка. Но ситуация кардинально меняется, если вы его здесь выбираете нет. Сохранить. Обновить. Вот что получается.